What's going on, YouTube? В общем, грубо говоря, чтобы избежать накрутки, так сказать, которые можно хорошо будет прочекать в этом случае. Но, да, если вы до сих пор не можете голосовать из-за того, что у вас e-mail не зареган, я сказал Рейджеру, чтобы он в ближайшее, точнее, чтобы он поправил это дело, уже раз говорю, несколько месяцев уже говорю, он сказал, что в ближайшее время честно-честно поправит, добавит настроечки всякие сюда, и вы сможете сменить свое мыло, если вдруг неправильно зарегали и прочее, и прочее. Но, я думаю, с этим все, ну, то есть вы поняли, да, если вы впервые голосуете, то вам нужно залогиниться через ВКонтакте, а потом еще при помощи e-mail подтвердить свой аккаунт. Потом вы сможете голосовать без всяческих регистраций, ну, надо будет только заходить через ВКонтакте. Однако, вы тут видите определенное количество игр, некоторые из которых вы, наверное, даже не знаете. Я попробую перечислить все. The Blade Pixels уже в очередной раз здесь, уже говорил об этой игре несколько раз. Final Fantasy VII, думаю, без комментариев, все знают, что такое. The Punisher второй раз появляется, должен не будет говорить. Spire the Dragon, это один из знаменитых платформеров с PlayStation 1, которые создали Insomniac Games. NFS Most Wanted, тоже, думаю, без комментариев. Pierce of Eternity, это последняя RPG от Obsidian Entertainment, которая вышла в этом году. Bully Scholarship Edition, тоже, думаю, без комментариев. Но, эта игра должна набрать 1,4 голосов, то есть 100% голосов, 140% голосов, чтобы победить. То бишь, все голоса, которые наберет эта игра, мы поделим на 1,4. То есть, голосов здесь может быть и меньше. То есть, если, допустим, эта игра наберет 100 голосов, а другая игра тоже наберет 100 голосов, то другая игра пойдет на прохождение, а не Bully. Ну, понятно, да? Binary Domain тоже в очередной раз, думаю, без комментариев, уже все о ней говорил. Prince of Persia, The Sands of Time. Ну, кто не знает Prince of Persia, погуглите, скажем так. Duke Nukem Forever. Тоже без комментариев. Wasteland 2. Вполне себе такая, если я не ошибаюсь, RPG с изометрическим видом, в которой... О которой слишком много говорить, потому что это RPG. В общем, вы сможете загулять, я уверен. Madagascar. Игра по лицензии по соответствующему мультфильму. Hitman Blood Money. Четвертая часть из серии Hitman. Grandia 2 и Resonance of Fate. Это JRPG. Обе. Одна с PlayStation 1. Другая с... Ну, с прошлого поколения консолей, будем говорить. Поэтому... Об них тоже говорить, это RPG. У нас слишком много RPG, кстати, на этот раз. Ну, да ладно. И Dead Space 1. Тоже без комментариев. Survival Horror. Который превратился позже в шутер. Но первая часть, все дела. В общем-то, вот варианты. Выбирайте, какой хотите. И можете надеяться на то, что прохождение выйдет до конца месяца. Думаю, я успею до конца месяца все сделать. Ну, тут выходит Fallout. Тут выходит где-то тут Star Wars Battlefront. До конца месяца прохождение появится. Если выйдет какая-то длинная игра, то, может быть, я ее растяну до конца декабря. Посмотрим. Посмотрим. Ну, а пока что все. Голосуйте. Не тушуйтесь. И пусть победит сильнейший. Здесь, я думаю, шансов у многих игр до хрена. То есть, видите, вот проголосовали те люди, которые были на стриме. Да, если спросить, откуда голоса. Да. Те люди, которые на стриме были, проголосовали. Они об этом голосовали раньше узнали. Простите. Как видите, тут просто ноздря в ноздрю идут аж пять игр, скажем так. А потом окажется то, что, допустим, They Bleed Pixels, Гранди 2 и Legends of Fate займут первое, второе, третье место. Все может быть, как в прошлые разы. Ну, а у меня все. Спасибо за внимание. Голосуйте. Удачки. Продолжение следует...